Урок 14. Задача первая. Треугольники АВС и ВСД равны. ВС – их общая сторона. АВ и ВД равны. Угол АСД – 130 градусов. Угол ВАС – прямой. Надо найти градусную меру угла СВД. Вот этот угол надо найти. Так как по условию задачи треугольники АВС и ВСД равны, а в равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы. Значит, угол ВСА равен углу ВСД. И градусная мера каждого такого угла – 130, деленное на 2. 65 градусов. Угол ВДС тоже прямой, так как треугольники равны, а это соответственные углы. Теперь можно назвать градусную меру угла СВД. 180 градусов минус 90, минус 65, и получится 25 градусов. Значит, угол СВД – 25 градусов. Задача вторая. Периметр одного треугольника на 2 см меньше периметра другого. Могут ли быть равными эти треугольники? Эти треугольники не могут быть равными, потому что если два треугольника равны, то стороны одного треугольника, соответственно, равны сторонам другого треугольника. И, значит, периметры этих треугольников тоже равны. Значит, не может быть такого, что периметр одного на 2 см меньше другого. Вопрос – могут ли быть равными? Ответ – нет, не могут. Задача третья. Верно ли утверждение? Периметр треугольника – это произведение длин трех сторон треугольника. Данное утверждение неверно, потому что периметр треугольника – это сумма длин трех его сторон, а не произведение. Задача четвертая. Периметр треугольника – 13 см. Одна сторона в три раза больше другой и на один сантиметр больше третий. Найдите меньшую сторону треугольника. Допустим, первая сторона в три раза больше другой. Обозначим 3х сантиметров. Вторая сторона – х сантиметров. По условию задачи одна сторона в три раза больше другой и на один сантиметр больше третий. Значит, третья сторона – 3х минус 1. Сумма длин трех сторон периметр – 13 см. Решая уравнение, находим значение х. х равен 2, и это меньшая сторона треугольника, потому что та, которая 3х, это будет 6, а здесь будет 5 см. Меньшая сторона треугольника – 2 см. Задача пятая. Дан треугольник АВС. Точка Е принадлежит АВ. Точка Ф принадлежит АС. Отрезки С, Е и Б, Ф пересекаются в точке О. Сколько всего треугольников? Есть треугольники, которые состоят из одной части. И будет три таких треугольника. Значит, это один, второй, третий. Итак, три, состоящих из одной части. Будет четыре треугольника, которые состоят из двух частей. Значит, показываю. Это один состоит из двух частей. Вот это две его части. Затем еще один. Это уже второй. Третий и четвертый. Значит, четыре состоят из двух частей. И, кроме того, треугольник АВС, который состоит из четырех частей. Значит, всего восемь треугольников.